Спасибо большое. Глубоко уважаемая Анастасия Юрьевна, глубоко уважаемые коллеги. Действительно, сегодняшняя лекция посвящена рефрактерным формам дислепидемии, когда стандартная терапия привычными лекарствами не достигает целевых уровней. Что это за пациенты? Прежде всего, это пациенты с наследственной гиперхолестерномией, гомозиготной и тяжелой формой, гетерозиготной формы. Кроме всего прочего, как Оксана Михайловна уже сказала, это гипер-ЛПА-маленький холестерномия, когда никакие другие препараты и статины не действуют на этот очень тромбогенный показатель. Когда не достигаются целевые значения при максимальной комбинированной лекарственной терапии, непереносимость лекарств, прежде всего, статинов и выраженная дислепидемия во время беременности, когда нельзя применять какие-либо лекарственные препараты, которые могут привести к осложнениям. Считается, что наследственная гиперлипидемия – это редкое заболевание, и что так много внимания уделять. Но посмотрите, пожалуйста, что если гомозиготная форма заболевания встречается у одного-двух человек на миллион населения, в некоторых странах, и это больше, то гетерезиготная форма, когда заболевание передается от одного из родителей, встречается у каждого двухсотого, в некоторых странах у каждого пятисотого жителя. Это очень большое количество. Кроме всего прочего, по данным Национального общества АТРСЛРОС в Соединенных Штатах, 33% больных с ЭБС имеют повышение уровня этого тромбогенного липопротета-маленьких холестерномия. То есть в России, в нашей достаточно большой стране, много таких пациентов. Какая же основная проблема? Сейчас только что был Европейский конгресс в Барселоне, и тоже одна из самых больших проблем – это диагностика. Как же ставится диагноз семейной гиперлипидемии, когда должно поменяться лечение? Так вот, в нашей стране, как и во многих, радует только одно, что и в Соединенных Штатах такая же ситуация, меньше 1% от того, от должного ставятся диагнозы. Конечно, есть страны, такие как Норвегия, где ставится 43% диагнозов, где известный профессор Карл Мюллер первый описал семейную гиперлипидемию. Но это достаточно большая проблема. Несмотря на то, что такой диагноз, если есть три главных симптома, устанавливается клинически достаточно легко, и для этого не надо применять дорогостоящие генетические исследования, в случае, если имеется гиперхолестерномия пациента, гиперхолестерномия у родственников первой степени родства и смерти в раннем возрасте и наличие ксантоматоза, ксантелазма или липоидной дуги роговицы. Вы видите типичные ксантомы в области ахилловых усажилий. Тогда диагноз наследственной гиперхолестерномии устанавливается клинически. Три симптома и диагноз готов. И вы знаете, что уже стандартная терапия может не подойти или быть недостаточной. И вы можете прогнозировать другие методы лечения. Верифицируется диагноз уменьшением числа рецепторов липопротеидом низкой плотности. Анализ долгий, но делается, тем не менее, и на культуре фибробластов, и на лимфоцитах. Вы видите типичные проявления наследственной гиперлибидемии в виде таких ксантелазм. Если вы видите таких людей на улице, не постесняйтесь подойти и пожелайте, чтобы его осмотрел кардиолог. Направьте к кардиологу или хорошему терапевту. Вы видите роговичную липоидную дугу роговицы. Это тоже один из признаков наследственной гиперлибидемии. Ну и, конечно же, мы много говорили о разных формах и о том, как мы начинаем лечение. Так вот, у больных с гомозиготной формой заболевания и шимическая болезнь сердца и даже смерть проявляется уже в среднем в 12,5 лет. У больных с гетерозиготной формой в 35 лет и при других формах нарушения липидного обмена в среднем в 55 лет. Как же устраняется или лечатся больные с нарушением липидного обмена? Прежде всего, устраняются факторы, вредные факторы риска. Это отказ от курения, расширение двигательной активности, балансированная диета. Основой основ является лекарственная терапия. Это, прежде всего, статинотерапия. Но в настоящее время все больше и больше говорят о том, что нестатиновая терапия может занимать более достойное место в этом лечении, а иногда и спасать этих пациентов. В случае, когда вся лекарственная терапия недостаточно эффективна, у наиболее тяжелых рефротерных пациентов применяются методы афереза липопротеидов низкой плотности и липопротеида амалового. Что происходит в случае, когда это лечение начинается рано? На примере больных с гетерозиготной формой заболевания, если лечение начинается в возрасте 20 лет уже, вы видите, как отодвигается начало ишемической болезни сердца. А если в 10 лет, то еще лучшие результаты. То есть, очень важно вовремя начинать лечение таких пациентов. Этот слайд уже показывали. Это наши российские рекомендации этого года, когда у больных очень высокого риска, надо начинать, надо достигать уровень липопротеидов низкой плотности меньше 1,5. Это достаточно трудно достичь. От чего это зависит? Мне очень нравится этот слайд, на котором показано, как от количества функционирующих рецепторов печени зависит уровень липопротеидов низкой плотности. Это наиболее атерогенного липопротеида. Если 30% функционирующих рецепторов, то будет в районе 12-13 ммл. Если 10, это уже в районе 20, а если меньше 5, то 25 и выше ммл. Катастрофически высокий уровень липопротеидов низкой плотности. Зная этот показатель, какое количество функционирующих рецепторов, мы можем прогнозировать лечение. Насколько оно будет эффективным, или оно не будет эффективным. Потому что это точка приложения наших лекарственных препаратов. Действительно, в литературе идет буквально истерия, что холестерин, снижение холестерина – это вредно, что оно пополняет только банковские счета, фармкомпании, и так далее, и так далее. Вы видите, есть такая истерия, что теряется память, что риск диабета возрастает. Но, тем не менее, статины остаются золотым стандартом гиполепидемической терапии, потому что они имеют наибольшую доказательную базу их применения. Этот слайд показывают селекторы неспроста, потому что даже несмотря на вот эти замечательные исследования, остаточный риск, он превышает пользу пока от применяемого лечения. И несмотря на то, что вы применяете статины, у пациентов все равно могут продолжаться и коронарные события. Когда они помогают лекарству? Я имею опыт в клинике, 32 года мы применяем у таких тяжелых пациентов, аферез липопротеидов низкой плотности или липопротеида маленькую. Ну, это уже достаточно большое количество пациентов. Вы видите применение каскадной плазмофильтрации, свет немножечко, вот видите, такую сметану удаляем, либо применение российских иммуносорционных абсолютно селективных колонок. Эти технологии, которые широко применяются в мире, все они применяются и у нас, у нас в клинике. Это специфическая иммуносорция, когда из всей протекающей плазмы крови удаляется только ильпиамаленький или липопротеиды низкой плотности, гепаринал, ЛНП, прецепитация, когда за час работы мы можем удалить до 10 грамм сухого вещества липопротеидов из плазмы крови. Ну, на данном слайде показана первая процедура иммуносорции в кардиологическом научном центре Евгения Ивановича Чазова. И на данном слайде вот каскадная плазминфильтрация с использованием уже не российского, а японского плазменного фильтра. Это немецкая технология Бибраун, разработала главный кардиолог Германии в то время. Это гепарин, ЛДЛ, прецепитация. Одна из фракций гепарина селективно может удалять и эльпиамаленький, и Эльзиэли, и еще фибриноген. Это мощнейший реоферез. Вот пример пациентки Майи, девочки, 8 лет, которая поступила к нам уже с признаками ишемической болезни сердца. У нее ксантомы с гомозиготной гиперхолестерномии, потому что ксантомы с рождения, менее 5% рецептора от должного, общий холестерин 906, а исходно был 1500 мг на децилит. Это несмотря на строжайшую диету, применение никотиновой кислоты, поскольку еще не было статинов и холестероламин. И вот вы видите типичные ксантомы на руках. Это отложение холестерина, абсолютно типичное. Вы видите, через несколько месяцев лечения, эти ксантомы рассасываются, они исчезают, потому что депо иссякает. Мы через плазму крови удаляем атерогенные фракции. Это в области локтя, также и в области тоже исчезают через несколько месяцев адекватного лечения, как только мы достигаем целевых уровней. Ну и вот трое детей с гомозиготной формой заболевания. Это Наташа, Ренат и Майя. В 7-8 лет дети, которые мы начали лечить 32 года тому назад. Тогда еще никто не знал, что из этого получится. Ну, Евгений Иванович Чазов нам сказал, что я хочу, чтобы вы снизили до нормы и продолжительное время удерживали. И ответили на вопрос, возможно ли в принципе обратное развитие или невозможно. Ну, мы тогда с американскими коллегами провели эту работу и сказали впервые, что это возможно. Это дети через 15 лет. Вот, как мы видим, а такие дети обычно не живут. Нам говорили, не трогайте холестерин. Холестерин нужен, вы получите дебилов, вы получите иммунодефициты. Уж чего мы только не должны были получить. Ну, как говорится, прошли годы, более 30 лет. И вы видите, Майя с отличием закончила университет московский, знает три языка. Я, Наташа работает медсестрой, нашла себя врача, родила ребенка, уже гетерозигота. Ну, и Ренат работает водителем. Никаких иммунодефицитов мы за 30 лет не получили или каких-либо серьезных осложнений. В принципе, мы ведь только работали вместо отсутствующих рецепторов в организме, вместо них. Это вот девочки, которые вот уже сейчас на российских колонках, они самые селективные и адекватные в мире. Вот, эта работа была проведена с кардиологическим научным центром. По разработке был получен грант от правительства Москвы по применению, по подбору терапии. И мы взяли 120 тяжелейших пациентов, отобрали в кардиоцентре. Некоторым уже по 8 раз стентировали, аорта, коронарное шунтирование. То есть, в основном это были все рефракторные, не отвечающие на терапию лекарствами. И было проведено более 2000 процедур. Длительность исследования была 18 месяцев. Мы получили достоверное увеличение просвета коронарной артерии у этих больных в среднем на 14 процентов по сравнению с применением статинотерапии. Статьи были опубликованы во множестве мировых журналах, циркулейшин, атеросклероз и других. Но такие же данные получали и другие коллеги. Это ссылки на наши статьи. И что мы получили? Вот этот пациент, молодой, с повышением липопротеида маленького, в 37 лет инфаркт миокарда, во время коронарографии, клиническая смерть и высокий уровень липопротеида маленького. Это случай, он демонстрировался на ученом сайте кардиоцентра, который вел Евгений Иванович. Вы видите, как через 18 месяцев при достижении целевого уровня агрессивной липидоснижающей терапии уменьшается процент стеноза. А когда мы осмотрели этих пациентов, используя метод внутрисосудистого ультразвука, вы видите, как меняется объем бляшки, и в основном за счет липидного компонента, вот 8,5-5. Но при этом в бляшке увеличивается количество кальция, и бляшка становится стабильной. Этот слайд уже показывала Оксана Михайловна. И чем ниже уровень холестерин, тем стабильнее бляшка, и тем реже разрывы и тромбы. И причем, согласно данным, более низкий уровень этого показателя, он ассоциирован с меньшей частотой сердечно-сосудистых событий, как при первичной, так и при вторичной профилактике. Ну, вы видите, как значимое снижение вызывает вот уже в этих этих атеросклероз. Это расчетные методы. И при этом частота нежелательных явлений не возрастает. Этот слайд уже нам тоже показывали. Причем анализ по ключевым и первичной точки, и по вторичной мы видим, что если в течение первого года лечения риск уменьшается на 12%, чем дольше мы лечим, тем впоследствии риск уменьшается еще больше. Вот уже 2 года, это уже 19% вероятности. Также по 16 и 25, это по вторичной ключевой точке. В 2016 году Совет экспертов-липидологов в Соединенных Штатах принял вот такой консенсус. Когда статины не могут применяться или когда статины неэффективны, какой последовательности должны быть действия или алгоритм лечения? Если статинов недостаточно, применяется азотемиб. Это препарат номер один, который блокирует всасывание атерогенного холестерина из тонкого кишечника. Секвестранты желчных кислот, которых у нас, к сожалению, нет. И ингибиторы пропротеин-конвертазы субтелезинки к синтеп-9. Это эволокумаб и алирокумаб. В случае, если эта терапия недостаточно эффективна, тоже прогрессирует атерослероз, то тогда липидный специалист-липидолог назначает LDL-оферез или один из препаратов, который вызывает достаточно много серьезных осложнений. Что же происходит, когда мы вводим этот препарат в кровоток? Когда мы вводим эволокумаб и его концентрация повышается в крови, вы видите, это временной промежуток, то тогда активно снижается фермент протеин-конвертаза 9 типа. Что происходит вслед за этим? Липопротеиды низкой плотности уменьшаются в среднем на 60-65%. И этот эффект держится достаточно долго, почти месяц. Но препарат этот используется практически один раз в неделю. Но сейчас разрабатываются препараты, которые будут однократно снижать уже не только месяц, но даже, возможно, и один раз в 3 и в 6 месяцев. Дело нашего близкого будущего. Вот вы видите, как влияет этот препарат у пациентов с гетерозиготной формой заболевания. Но это усредненные данные. В среднем на 61-63% при применении эволокумаба в дозе 140 или 420 мг. Но это зависит от количества рецепторов. И даже у больных с гомозиготной формой заболевания, когда рецепторы все-таки функционирующие есть, вы видите, в среднем на 23%, а если сравнивать с плацебо, то на 31% уменьшается. Вот также алгоритм действия, который наши американские коллеги предлагают. Это прежде всего статинотерапия. Даже у больных с гомозиготной формой это плеотропные эффекты и какой-то эффект, если есть рецепторы. 10-25%. Дальше эзотемиб. Еще 10-15% эффекта. Методы плазмофереза, LDL-офереза от 50% до 70% снижения. И еще на 25-50% может оказать ингибиторы пропротенконвертаза или эволокумаб. Как выглядит шприц? Это инъекционная форма. Вы видите, очень хорошие разработаны нашими несколькими компаниями. Это введение. Это шприц, который имеет звуковую световую индикацию. Вы приставили коже, нажали кнопочку, звук, начало введение. Световое изображение показывает, что препарат вводится. Закончилось, снова звук, препарат введен. Небольшая доза. И шприц одноразовый выбрасывается. Ну, также, как слайд уже показывал Оксана Михайловна, что несмотря на достижение даже уровня меньше 0,6, количество осложнений не увеличивается. Ни со стороны нейрокогнитивной, ни по другим. А сейчас я показываю свой слайд со своим опытом личным. Это сейчас у меня под наблюдением находится где-то уже более 50 пациентов. Но это характеристика больных с трефракторной дислепидемией, которая уже находится на ЛДЛ-аферезе или на ЛПА-маленьком аферезе. Вы видите, это 17 человек, которым к лечению добавили этот препарат, который называется НОТЭВЛАКУМАП. Вот количество 17 человек. Как правило, они все получали эстатин, эзитрол, кроме тех пациентов, четырех, которые не переносили. И уже применялся один из иммуноассорционных технологий. Вы видите, как изменилась ситуация через полгода. Липопротеиды низкой плотности, вот 117-46, в среднем на 61% уменьшились. Липопротеид Амаленький, это очень рефракторный, со 102 до 69, тоже практически на 32. И неожиданно, и для меня тоже, липопротеид высокой плотности в группе увеличился на целых 13%. Это к тому, что нам нужен холестерин, только хороший, тот, который нам нужен, и он защищает нас от атеросклероза, он существенно повышается, меняя концентрацию. Вот пациент 42 лет, с наследственной гетерозиготной тяжелой формой и гиперэльпиамаленький, это наиболее тяжелое сочетание. Вот он на 149, вы видите, липопротеиды низкой плотности. Вот добавили препарат Эволокумаб, на 85% удалось снизить практически до 30-20 мг на децилитр. Но мы продолжаем это лечение, потому что существует еще второй, очень серьезный фактор риска, это липопротеид омаленький. И здесь нам удалось тоже дополнительно снизить его на 50%, еще не достигнув целевого уровня 30, потому что это очень тяжелая тема. И при этом липопротеиды высокой плотности повышаются на 28%. Следующий пациент с непереносимостью статинов и той, и другой группы. Вы тоже видите, LDL, несмотря на лечение и на применение, 165. Доболнение Эволокумаба привело к снижению на 68% липопротеидов низкой плотности. Следующая пациентка 38 лет, тоже эффект LDL 68% снижения. Есть пациент с гиперэльпиомаленькой, наследственной гиперхолестериномией, и первичный, второго атипа, с высоким риском и прогрессированностью нозов, нестабильными бляшками. Вот базовая терапия. Лепримар 80, изитрол 10, плюс каскадная плазмафильтрация достигли от 84. Добавление Эволокумаба еще на 80% снизило этот препарат. То есть это высочайшая эффективность группы препаратов, которая существенно снижает атерогенные фракции, не затрагивая другие не атерогенные. Эльпиа 32%. Следующий пациент, это тоже с гиперэльпиа, 66 лет, но липримар 40, изитрол 10, гепарин-ЛДЛ-прецепитация, тоже на 46 лпиа снижение. Это очень хорошие результаты, тогда как липопротеиды низкой плотности на 73%. Ну и другие с наследственной патологией. А вот эта пациентка приехала к нам из Соединенных Штатов, где наши коллеги, американские врачи, назначили базовое лечение Кристор 20, изитрол 10, эволокумаб 140 мг два раза в день. И приехала она с LDL-ами, еще достигающими почти 200 мг на децилитр. Так вот, дополнение уже наших процедур привело к суммарному эффекту на 82%. Снижение уровня у этой же пациентки лпиа маленького на 46% и повышение ЛВП на 26%. Но не у всех пациентов эффект одинаковый. Вот пациентка сама доктор с очень тяжелой формой наследственной гетерозиготной гиперхолестериномии, сочетающейся с гиперэльпиа маленькой холестериномией, с ашемической болезнью сердца. Стенозы во всех сосудистых областях достигали 70-90%. Доктор перенесла две клинические смерти. И начали иммуносорцию, продолжалось 8 лет. Состояние ее улучшилось, стенокардией уменьшилось. Но мы ей тоже применили, вот она на базовой терапии, липремар 40, изитрол 10 и плюс иммуносорцию. Мы применили, у нее тоже меньше 20% от должного рецептора, применили эволокумаб и получили снижение уже более скромное, на 36%, потому что рецепторов немного. И, конечно же, АЛПА всего на 29%, и он остается высокий, потому что это тяжелейшие пациентки, когда норма АЛПА до 30 мг на децилитр, и вы сталкиваетесь с тем, что там 300-400 мг процентов, это очень тяжелая патология. И вот пациент, как девочку, которую вы видели, с гомозиготной формы, у нее нет рецепторов меньше 5 и нет эффекта. 5% дополнительное снижение, потому что нет точки приложения. Но есть пациенты с гомозиготой, у которых больше рецепторов, где мы получаем лучший эффект. Таким образом, новая группа препаратов, в частности эволокумаб, эффективна в различных группах пациентов. Из первичной гиперлепидемии, с семейной гетерогомозиготной, с непереносимостью статинов. И самое главное, когда полная безысходность пациентам с гиперэльпиомаленькой холестерономией. Показано сохранение эффективности длительное время. Безопасно, достаточно безопасно по всем, потому что уже достаточно много исследований прошло. И в последних исследованиях доказана способность не только уменьшать частоту сердечно-сосудистых осложнений, но и вызывать обратное развитие бляшек. При этом метод хорошо сочетается с применением ЛНП и ЛДЛ-эфереза. Ну и крупномасштабный анализ свидетельствует о том, что такое значимое снижение липопротеидов низкой плотности приводит к регрессии атеросклероза и существенно уменьшает частоту событий сердечно-сосудистых. При этом частота нежелательных явлений не возрастает, как у нас все наши коллеги, докладчики, лекторы показали уже. Принцип терапии. Чем раньше, тем лучше, чем ниже, тем лучше, и чем дольше лечение, тем эффективнее. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ